Это Сергей Ульянов. Сегодня 31 января 2023 года, 8.40 п.м. по калифорнийскому времени, вторник. И сегодня мой выпуск будет посвящен моему восьмому месяце в Америке, как он прошел. И я думаю, что по моему внешнему виду достаточно видно, что я достаточно устал, скажем, мягко говоря. И я думаю, что вы обратили внимание, что в этом году за январь месяц у меня вышло несколько видео, несколько было снято, которые пока у меня не было возможности их просто как-то переработать, осознать. И выложить. В общем, у меня есть официальная дата приезда в Америку. Это 20 мая 2022 года. Я все раньше не понимал, с какого момента мне вести время исчисления моего прибытия в Америку, потому что, с одной стороны, я 6 дней провел в Бордере, 21 в детеншене. И я бы думал начинать исчисление с тех пор, когда я уже окажусь в Л.А. Но, в общем, со временем все эти границы стираются. И ты понимаешь, что, собственно, тот день, когда ты пересек границу, тогда все и началось. Поэтому сейчас я официально уже считаю, что 20 число. Сейчас уже 31, уже 9 месяц пошел. Но для меня важно все-таки рассказать об итогах, результатах, событиях, моих чувствах с 20 декабря по 20 января. Потому как я понял, что это работают терапевтические, эти видосы, это не только что-то полезное для вас, не только какой-то мотивационный контент, но и для меня самого это как такой дневник хронологии моей жизни. И порой, я уже говорил об этом раньше, что тебе кажется, иногда ты вспоминаешь порой какие-то события и думаешь, ну ты же мог сделать в этот момент что-то другое или больше постараться. И благодаря этим видосам я периодически сам к ним обращаюсь и смотрю, что было у меня в тот период жизни, что в этот период жизни. И ты понимаешь, уже так сейчас, когда думаешь о том, мог бы ли я что-то изменить, сделать по-другому, я включаю это видео, смотрю свое состояние, смотрю то, чем я занимался в это время. И просто понимаю, что иначе поступить не мог. Поэтому в этих видео есть тоже что-то важное для меня. И не то, что что-то, а очень важное. И я постараюсь сделать так, чтобы для вас этот контент был тоже интересным. Начну, ну в первую очередь хочу сказать о том, что год закончился очень продуктивно. И я радовался. Много чего в этом месяце произошло со мной действительно впервые. И это первый Новый год в США. И первое занятие по серфингу. И, в общем, я что-то еще сейчас хотел сказать, что-то вылетело из головы, буду, наверное, в процессе вспоминать. А, первое путешествие у меня произошло по США. И обо всем об этом по чуть-чуть, понемножку я сейчас расскажу. Если какие-то темы будут вас интересовать больше, ставьте лайки, пишите комменты. Подписывайтесь, кстати говоря, на канал. Мои соцсети внизу. Если говорить о том, что год заканчивался очень продуктивно и прям на такой веселой ноте ничего не сказать, я действительно был очень доволен тем, как прошел этот год. И в декабре у меня как раз-таки 20-го, по-моему, 21-го числа были первые встречи с адвокатами. Я записал об этом большое видео. Я нашел в США бесплатных пробона, будет правильнее сказать, адвокатов, которые помогают мне работать с моим кейсом. И у нас было с ними несколько интервью. Они также пригласили меня на специальное интервью с психотерапевтом, наверное, с которым тоже я разговаривал несколько часов. И цель этого интервью была посмотреть с точки зрения неврулия, то есть как-то прокомментировать те события, которые проходили в моем кейсе. Потом этот человек напишет свое заключение, и мы его добавим также в мой кейс. Так что это было очень все продуктивно. Но, честно говоря, после этих интервью, первое у меня длилось 9 часов, второе 6 часов. И интервью с психотерапевтом длилось 3 часа. Я честно скажу, что я прифигел, и я думаю, что вы сможете это увидеть в этом видео, которое я выкладывал раньше. Оно будет там по ссылке внизу в плейлисте. Это было достаточно тяжелое моральное испытание, когда ты погружаешься в свои воспоминания. И я, честно говоря, думал, что я буду к этому готов. И максимально оптимально себя настроил на то, чтобы там... Я даже, по-моему, об этом даже говорил в предыдущем видео. Я даже думал о том, что я, наверное, там... Нужно будет как-то, наверное, сымитировать какие-то слезы или какое-то расстройство, наверное, чтобы показать там то, что я все-таки... Ну, так как это прошло уже какое-то время с этого момента, как прошли все эти события. Но когда ты в это погружаешься, во все эти болезненные ситуации, ничего не приходилось, ничего изображать. Я действительно очень болезненно все это воспринимал. Но если говорить так по фактам, я был, конечно, очень рад тому, что моя работа над кейсом идет, идет очень продуктивно. И вслед за этим у меня была следующая моя задача. Это, собственно, финальная часть моего кейса, перед тем, как его будут переводить на английский язык полностью. Это нужно было собрать affidavits, letters. Это, значит, письма свидетелей, которые могут подтвердить, что те или иные события в моей жизни происходили на самом деле, что они либо были свидетелями, условно, когда мне разбили голову, что меня посещали в больнице, и на самом деле это все видели, что это не просто какие-то выдумки и так далее, и так далее. Таких писем у меня в моем кейсе будет 6 штук. И могло бы быть и больше. Но, откровенно говоря, это оказалось одним из самых, наверное, сложных, неожиданно для меня неожиданно сложных моментов в моей истории, потому что со многими людьми я уже не поддерживаю контакты. Это какие-то друзья юности, кого-то мне просто, условно, моего бывшего парня, мне не хотелось абсолютно напрягать этими письмами. Плюс я понимаю, что они в большинстве случаев остались в Белоруссии или в России, мои знакомые. И им будет непросто писать подобное, это будет для них испытанием каким-то риском. Плюс многие из них не понимали, как составлять эти письма, что в них должно быть написано. И, честно говоря, я совершенно не ожидал, что для меня собрать вот этих 6 писем, это будет, ну, прямо настоящий отдельный кейс, отдельная история. И я с ними, с этими письмами на это, ну, в общем, пока проговорил с каждым, пока с каждым попросил, чтобы меня поняли, подтвердили. И, в общем, это было для меня большое испытание. И я прошел его прекрасно, вот. Оно действительно было непростое, но я огромное количество усилий на это потратил. И возвращаться к людям из прошлого, это такой, ну, такой прям челлендж, честно скажу, когда ты уже не готов. Я хотел, кого-то не получилось найти с кем-то, я был готов поговорить еще, у меня могло быть больше этих писем, но кого-то просто не получилось найти, потому что, опять-таки, люди удалились там по политическим соображениям из социальных сетей, никаких контактов нет. И кого-то я нашел в фейсбуке, но там человек не посещал уже страницу там несколько месяцев, поэтому это прям стало целой отдельной историей. Что еще можно рассказать об этом месяце? Я встретил первый свой Новый год в Америке. Я не знал, как это происходит. Давайте, наверное, перед Новым годом я расскажу о том, что я же получаю финансовую поддержку от государства. На еду и кэш. И в конце каждого года необходимо заполнять информацию, изменились ли твои финансовые обстоятельства. И это тоже нужно самому отслеживать. Эта информация приходит к тебе в личный кабинет на сайте benefitcall.com. И, в общем, я там тоже распечатывал эту анкету, не знал, как ее заполнять. Потом там ее отправлял и так далее. И, в общем, собственно, Новый год. Я посмотрел, как американцы относятся к этому празднику. На самом деле, Рождество здесь во главе, и Новый год не настолько важен. По моему личному опыту, мне показалось, что оба эти праздника здесь в фаворе. Оба праздника эти любят люди. Что меня точно напрягало, это то, что вот эти песни новогодние, такое ощущение, что просто из этих песен, их как будто только три. Меня очень сильно удивило, что те самые песни, которые мы все включаем с вами на Рождество, на Новый год, ну, по крайней мере, там мой бабл, там, да, мой круг общения, да, мы постоянно там включали, там, с моим же бывшим парнем, например, на Новый год, вот эти плейлисты не русских песен, там, да, вот Jingle Bells, Jingle Bells Rock, вот эти вот там, да, или Last Christmas. Вот. И здесь в США все то же самое. То есть никаких новых песен, как будто бы не изобрели. Mariah Carey, WAM группа Last Christmas песня, все вот эти Jingle Bells Rock и так далее, все то, что мы знаем. И это для меня, конечно, было очень удивительно. То есть я понял, что я всю это, что всю жизнь я как-то и жил, в общем-то, в американской культуре, что для меня ничего нового не произошло. И это было, здесь очень забавно наблюдать за этой сменой сезонов, как все сначала, там, с середины лета начинают готовиться к Хэллоуину, украшают все здесь дома. Я думаю, вы это видели у других блогеров или у меня в Телеграме. Украшают дома сначала в тематике и снаружи, и внутри, в стиле Хэллоуина. Ровно проходит 31 октября, по-моему. Тут же, уже на следующий день, уже появляются снеговики, Санта-Клаусы и прочее-прочее. Оформление уже новогоднее. И точно так же, там, условно, 1 января это уже все начинает сменяться на какую-то другую. Но сейчас, правда, пока никакой конкретной тематики нет следующего праздника. Я не знаю, какой здесь будет такой же большой праздник. Я об этом расскажу позднее. Ну, действительно, после Нового года сразу это все начинает куда-то, все эти украшения пропадают. И хотя у меня у соседей дом стоял украшенный почти, наверное, там, до числа 15 января. Хотя у меня у самого всегда стояла елка чуть ли не до мая, пока там она уже чуть ли не осыпалась. Мне все время так было жалко ее выкидывать, потому что я обычно живые всегда пихты покупал. И я удивился, да, от того, как здесь эта музыка здесь одинаковая, везде вокруг звучит. И ее, правда, я не знаю, мне кажется, что люди, которые спели эту вот, та же Марайя Керри, мне кажется, эта песня ее просто кормит, будет кормить всю жизнь. Хотя, там, я честно скажу, наверное, до того момента, как появился ТикТок в нашем медиапространстве, я эту песню не слышал никогда. Вот тут вот, все, что я хочу на Рождество, это ты. Вот эту песню, я, меня, к счастью, как-то уберегла жизнь. Я с ней познакомился только уже в США, и здесь она просто, просто, ну вот, ты просто не знаешь, куда от нее скрыться. Она во всех торговых центрах, везде, и в том числе у нас дома тоже звучала. И на Рождество, что было на Рождество? На Рождество я съездил к океану, у меня такая стандартная программа, если у тебя особенно нет каких-то возможностей, всегда океан рядом, ты можешь туда поехать, провести там время, и это, конечно, приятно. Это приятно, и, наверное, для тех, кто меня смотрит из зимы, это, наверное, звучит как-то, как какая-то издевка или что-то в этом роде, но поверьте, пожалуйста, что для меня океан, это, наверное, здесь одна из единственных отдушин вообще вот в этой жизни, ну вот этой вот, в этот первый год эмиграции сложнейшая, она, то есть для меня это погода, и, конечно же, я обратил внимание на то, что как бы там что-то меня, ты же устаешь, это уже восьмой месяц вот этой вот борьбы за существование, и, наверное, если бы это была еще какая-то вот слякоть, осень, зима, я бы, наверное, бы сошел с ума, поэтому некоторые у меня, у меня друг как раз-таки пересек границу на Рождество, и он в Нью-Йорке, он выкладывал фотографии из Нью-Йорка, и я понимал, что там холодно, и я совершенно не очень, я понял, что я абсолютно не скучаю ни по снегу, ни по осени, ни, я понял, что у меня, правда, есть огромная карт-бланш, и я, ну, наверное, это все-таки, наверное, об этом нужно сказать, что ты об этом забываешь, когда ты в этом живешь, в этой хорошей погоде, ты, правда, об этом забываешь и перестаешь это ценить, поэтому очень важно, конечно, я себе составил файлик, я постоянно его дописываю, он называется «100 благодарностей», и я, когда у меня есть возможность, я туда возвращаюсь и вписываю благодарности за все, что у меня есть в США, чтобы, ну, как бы не забывать вообще, что у меня хорошего происходит, помимо всяких тяжелых вещей, и уехав там, поехать на океан у меня получается нечасто, обычно раз в две недели, и для меня это такая, как летом поездка на озеро, здесь это поездка на океан, по большому счету, ну, разница, конечно, есть, конечно, она есть, я не буду скрывать, но эмоционально она примерно такая же, у меня всегда была как-то стихия воды для меня близка, и я провел мой домовладелец, он, я даже не помню, где он был на Рождество, у него, по-моему, был какой-то спешл-эвент, а, он уехал, я вспомнил, где он был на Рождество, и он провел его с компанией своих знакомых, а я, собственно, был предоставлен сам себе на этот праздник, и я считаю, что, в принципе, провел его неплохо, посмотрел, что-то какое-то кино и так далее. В целом, мне рождественская пора показалась близкой, единственное, что начались дожди в Калифорнии, они длились вот прям до середины января, вот с кануна Нового года, вот для этого числа там с 25-го, может, даже чуть-чуть раньше они начались, есть эти дожди там с перерывами, но потом они прям каждый день лили, не останавливались, для Калифорнии, для Лос-Анджелеса это непривычная история, здесь, правда, дожди бывают очень редко, даже зимой, и все удивлялись, почему это происходит, и, конечно, все здесь говорят о том, что природа радуется, когда идут дожди, для меня это как для человека, который передвигается здесь в Л.А. на велосипеде, это, ну, обрезало мне возможности там, то есть мне нужно было подбирать время, чтобы съездить в торговый центр, ну, в смысле, за едой, за продуктами, у меня не было возможности куда-то выехать по своим делам, по тем же документам, что-то отвезти, что-то забрать, что-то получить, я... тут было очень много наводнений, правда, дожди лили так, что прям вот тут по улицам, ну, конкретно у меня, в моем районе, меня обошло это стороной, но были здесь ситуации с чрезвычайным положением, людей затапливало, и кто-то умирал даже, то есть там выкладывали в ТикТоке эти видео, как здесь на доске, на прицепе за машиной едет серфер, вот, и, ну, то есть прям были там дома в тяжелом состоянии из-за дождей, и все это, конечно, ну, неприятно, и я для себя понял, что надо радоваться тому, что у меня хоть и дождь, но у меня там с домом все в порядке, ничего у нас не произошло, и это, конечно, хорошо. Что касается самого Нового года, то на Новый год я поехал с другом, ну, наверное, будет громко сказано, с приятелем, в его компанию с американцами я встретил, это был где-то там, по-моему, за час езды, я не помню, какой город, от Лос-Анджелеса, это был просто дом, в нем собралась какая-то классная клубная тусовка, ребят все такие взрослые, типа моего возраста, и я напомню, что мне 35, и мы так примерно друг друга все понимали, хотя там в основном были люди уже немножко семейные такие, немножечко такие поспокойнее, но было очень весело, это была такая клубная, было там 3 или 4 диджея, я уже не помню, они там менялись между собой, крутили свою музыку, мы танцевали, не было, по-моему, боя курантов, но было просто вот такой какой-то отсчет на каком-то из телеканалов, я уже не знаю на каком, мы просто открыли шампанское, выпили это шампанское, и поехали, там еще пару часов потусили, и разъехались по домам. Мне очень понравилось то, что люди здесь празднуют оба этих праздника, потому что меня пугали на эту тему, что это как бы типа, ну точно, что пугали, мы говорили, что здесь это все не актуально, вот, на самом деле для многих, вот отвечая на вопрос, насколько это актуально для всех американцев, то действительно у меня были занятия в колледже, они у меня, по-моему, закончились 29 декабря, а, нет, немножко раньше, они, по-моему, где-то числа 21 закончились, а уже 2 или 3, по-моему, 2, нет, 3 января у меня уже начались занятия в колледже снова, уже начался зимний семестр, и у меня была возможность послушать, как другие люди праздновали, многие здесь действительно просто пошли спать, особенно вот что касается коренных американцев, они пошли спать. Для меня это был необычный год, потому что все люди, которых я хотел поздравить, они все находятся в разных часовых поясах, у кого-то там в 2 часа дня, в Новый год, у кого-то там еще в какое-то время, ты не знаешь, когда им звонить, когда сейчас уже наступил Новый год, или в свой Новый год, или, в общем, с большинством людей мы просто созванивались в течение дня, вне зависимости, до обоя курантов, меня позабавило то, что мои американские друзья поздравили меня в основном днем, а не ночью, вот этой традиции, вот этих ночных созвонов как-то не было, вот. Мне было весело, что пока у меня там только Новый год, начинается у многих людей, и здесь, когда 12 часов ночи, в СНГ, вот там, ну, в той же Турции, например, там еще, по-моему, то ли 12, то ли 2 часа дня, я уже забыл. В общем, у многих людей уже полдня 1 января прошло, а у меня до сих пор еще Новый год, и это очень странные чувства, честно скажу. Когда я праздновал свой день рождения, это было, конечно, не так, потому что, ну, это твой личный праздник, да, и ты можешь получать поздравления, когда угодно, а когда Новый год, все так заинтересно за этим было наблюдать, как все это делают. Это была такая веселая пора, честно скажу, и когда у меня закончился семестр в колледже, я клянусь, что я прям выдохнул и просто расслабился, потому что, ну, вы в печати просто не представляете, что это такое. Наверное, представляете, но все равно не так, когда ты каждый день что-то делаешь, а потом, когда у тебя вечер, или свободная там минутка, ты понимаешь, что тебе нужно прямо сейчас быстренько за 15 минут поесть и включаться в класс, и который заканчивается в 8 часов вечера, и ты уже просто никакущий из него выходишь, а обычно у тебя еще после 8 часов вечера какие-то занятия. И вот эта неделя без английского языка, или там полторы, сколько там, я просто кайфовал, честно вам скажу, я настолько понял, что я очень так сильно устал от этого всего, что мне просто нужен перерыв. Тем не менее, я там снимал какие-то видосы. А, я хотел сказать о том, что я понимал, что у меня, наверное, будет вот неделя, наверное, с конца декабря до 3-го числа. Здесь, как и в Беларуси, тоже нет вот этих 10 дней праздников новогодних, и поэтому все люди уже 2-го, по-моему, или 3-го числа, по-моему, 2-го, уже выходят на работу. Все, как и в моей родной Беларуси, так что с этим Беларусь с американцами похоже. Нет вот этих, как у россиян, 10 дней отдыха. И я понял для себя, что у меня есть, наверное, единственная вот эта неделя, чтобы прийти в себя, чтобы выдохнуть, и если у меня есть какие-то дела, отложить их на январь, потому что, ну, я просто сойду с ума. И честно скажу, что я, наверное, я к этому моменту готовился, себя уговаривал отдохнуть, и у меня это не получилось. Буквально, наверное, дня 4-5 максимум из этих вот там полутора недель, которые могли бы быть для меня отдыхом, я еще половину этого времени себя уговаривал как-то отдохнуть. В итоге сходил в там несколько музеев, сходил в музей Movie Academy Awards, ну, то есть Оскар, да, музей премии Оскар, сходил в какой же я еще, я два раза в него сходил, до Нового года и после. Там он огромный просто музей, кто не был, рекомендую, обязательно сходите, не пожалеете, очень классно. Там и костюмы, и какие-то кадры с бэкстейджа. Мне очень была интересна секция про кастинги, там, где все рассказывают. У меня, по-моему, есть об этом видео, вторую часть не стал выкладывать. Еще в какой, господи, я же еще в какой-то музей сходил. В Лакмо я сходил, по-моему. Ну, я сходил, но я не помню, до Нового года или после. В общем, сходил на несколько свиданий. Ничего серьезного, не завязалось, но сходил, вот. Сходил, было интересно. Второго числа я воспользовался подарком своей подруге на Новый год. Она мне подарила такие, в общем, возможность в приложении выбрать для себя подходящий вид досуга, отдыха. И я выбрал урок по серфингу. Это был мой первый урок по серфингу. И 2 января это было холодно, и был единственный день, когда не было дождя. И я очень сильно переживал, что будет дождь, и как я смогу под дождем там все это делать. В общем, дождя не было, по крайней мере, с утра. И я первый раз попробовал на серфинге покататься. И у меня тоже про это есть видео, но я его не выкладываю. Может быть, если вам будет интересно, я выложу. и... Ну, это очень непередаваемые чувства. Я больше всего, конечно, кайфовал от того, когда ты идешь с этой доской, вот от кабиночки, там, от такой автобусик, он называется скул, сёрф, скул бас, да, как скул бас, как школьный автобус, только сёрф, школьный автобус, да, ученический. И когда я шел вот от этого автобуса с этой доской под рукой по песку до самого океана, я... Это, наверное, был самый лучший момент, когда я кайфовал просто. Сам урок по серфингу был очень сложный, мне не давалось, но когда я пару раз буквально, наверное, раза три за всю, два или три раза я встал на эту доску на буквально несколько секунд. Но это, конечно, непередаваемое ощущение, когда у тебя получается. В моей группе было четыре человека, и у троих получалось всё, ну, очень хорошо. У меня хуже всех, и хотя меня там всю жизнь называли за мои волосы сёрфером, они у меня ещё были немножко длиннее, и, кстати, здесь меня тоже в Калифорнии называют сёрфером, что меня тоже очень, очень позабавило. То есть всё-таки меня воспринимают люди в разных частях мира одинаково. Вот. Ну и вот, собственно, праздники закончились второго числа, да, уже третьего числа у меня был урок первый в колледже, и всё вернулось на круги своя, и, честно говоря, то, что я, конечно, отложил и дал себе несколько дней для отдыха, с одной стороны, я очень был этому рад, но понятное дело, что те дела, которые нужно было выполнить, они все не просто там как бы улетучились, они скопом все свалились в Новый год, и меня прямо так с Нового года накрыло конкретно, накрыло конкретно делами. Я, конечно, ещё был на таком на хорошем настроении, отдохнувший, и я очень радовался тому, что я получил этот отдых, но меня накрыло конкретно всем этим, и я очень быстро выдохся, и я думаю, что вы заметили это, по-моему, YouTube-канал, то, что я перестал выкладывать ролики, я перестал их снимать, перестал выкладывать то, что уже снято, просто потому, что я, ну, не было физически, ну, то есть, в прошлом году, в 2022 году, я выложил, я посчитал, это просто уму непостижимо 265, по-моему, роликов, то есть практически каждый день я выкладывал ролик, и, кстати говоря, давайте хорошую новость, вот я совсем забыл об этом сказать, наконец-то мы перешагнули рубеж в тысячу подписчиков на канале, у меня наконец-то появится монетизация, я про это сниму видео отдельно, когда там узнаю, как это работает, что там у меня есть, какая монетизация, нет ее, что там, что там, что там, вот, у меня все равно сейчас пока не миллионы просмотров, поэтому на какие-то баснословные гонорары я не, ну, я претендую, но не ожидаю, вот, и, конечно, это для меня мотивация снимать, продолжать снимать видео, потому что я вижу, что аудитория растет, и, наверное, самое важное из этого всего, то, что в этом месяце, как раз-таки, в январе, я получил очень много от вас обратной связи, кто где пишет, кто в Телеграме меня благодарит, кто мне в Инстаграм записывает голосовые, и, я честно скажу, что порой не получается, правда, это все слушать вовремя, отвечать вовремя, но, если бы вы знали просто, если бы вы просто знали, как ваши теплые слова меня поддерживают, вы пишете мне о том, что вы, благодаря мне открываете документы, или вы видите, как мне сложно, и как я справляюсь с улыбкой на лице, со всеми преградами, которые встают на моем пути, и как я вас вдохновляю, и, если честно, у меня, когда мне об этом говорят, у меня наворачиваются слезы, потому что я сам был человеком, который там смотрел такие ролики, и сам писал такие пожелания, и сейчас это звучит в мой адрес, и я никогда не думал, что, точнее, я верил и надеялся, что я, что то, что я делаю, будет интересно, и то, что я делаю, будет полезно другим людям, но я не мог себе представить даже то, что это, ну, когда это произойдет, и особенно приятно, когда вот в такие тяжелые моменты, которые происходят в жизни, когда человек просто написал спасибо тебе, и ты понимаешь, а все не зря, а все не просто так, и ты понимаешь, что ты отдаешь вот эту позитивную энергию, а и в обратку получаешь то же самое, и это самое важное, самое важное, не мог об этом не сказать, тысяча подписчиков прошла после 20 января, поэтому это уже достижение 9 месяца, начало 9 месяца, об этом расскажу позднее, наверное, уже к тому времени буду знать какую-то там статистику по своему каналу, вот, и об этом поделюсь отдельно, очень хотела там, красивую дату, к Новому году набрать тысячу, но получилось это только к концу января, тем не менее, в общем, приятно, все равно приятно, и спасибо, что вы со мной, спасибо, что пишете, мы так друг с другом такой круговорот добра совершаем, я вас поддерживаю, вы меня поддерживаете, и вот как раз-таки важная вещь, которую я хотел сказать, о том, что произошло выгорание, у меня было огромное количество планов, у меня до сих пор есть этот лист с моими темами, у меня тем, вот просто столько, сколько можно рассказывать, и по Америке, и не по Америке, кстати говоря, скажите, какие темы вас больше интересуют, или по Америке, или по само, как это называется, господи, самопознанию, самоанализу, или вам интересно про лайфхаки в Голливуде, послушать про мои истории с музыкой, связанные, или LGBT тематика, у меня много, после того, как я совершил coming out на своем канале, моя жизнь очень сильно изменилась, изменилась, как ни странно, хотя я так этого боялся, изменилась в лучшую сторону, к сожалению, я не мог этого сделать, находясь в Белоруссии, или в Украине, где я жил и работал, или в России, до того, как я уехал, тоже у меня было несколько лет, я там жил, ничего этого сделать не мог, и сейчас я, конечно, пожимаю плоды своей искренности, и могу сказать только о том, что говорить то, что как оно есть на самом деле, оно окупается, потому что, правда, у меня нет желания показывать какую-то картинку, которой нет, конечно, на каждую ситуацию можно посмотреть с разных сторон, как и позитивно, так и негативно, я стараюсь обозревать ее со всех сторон, как вы заметили, да, то, что есть и усталость, и при этом есть, вот, и солнце калифорнийское, да, и есть выход к океану, вот, но при этом, я очень сильно выгорел за 2022 год, 265 видео снять, это все-таки не хухры-мухры, и, конечно, был такой момент, когда ты понимаешь, что рост происходит не так быстро, как бы тебе хотелось, потому что мы живем в материальном мире, да, и так как мне донаты никто не отправляет за, за там, за мои, за мою помощь, то хотя бы рост подписчиков смог бы обеспечить мне, ну, какое-то денежное вознаграждение, потому что я, вы сами понимаете, что это все занимает время, прописать теги, записать видео, прописать теги, выложить это все, сделать обложку, все это делаю я сам, и это порой занимает, там, до 8 часов просто живого времени, то есть, вот видео, там, я не знаю, насколько оно у нас получится, вот уже 3-4 минуты, одно дело записать, а потом это все еще выложить, чтобы все это вы увидели, посмотрели, ну, это тоже процесс, и, конечно, хочется, чтобы тебе это что-то давало, ну, мне это дает, да, но, так как я человек, который, да, здесь еще и зарабатывать тоже хочет, для меня это тоже важно, я надеюсь, что вы это понимаете, все мы люди взрослые, и, вот, я думаю, здесь дополнительных слов объяснения не нужно, это абсолютно адекватно, и настолько вот как-то накрыла меня вот эта усталость 2022 года, я понял, что я просто не готов, я просто не готов больше двигаться вот с этими семимильными шагами, которые произошли в моей жизни за первые месяцы, которые вы все увидели, как я быстро получил все эти документы, я действительно выгорел, и я просто понял, что я порой не готов встать с постели, и этого отдыха, конечно, мне не хватило. Хотел бы, конечно, отдельно, отдельно затронуть тему целей на 2023 год, я выложил пост на эту тему у себя в инстаграме, это, кстати говоря, единственный пост нового года, который я сделал, про, я сейчас, первое, стараюсь брать не качеством, а количеством, не количеством, качеством, и поэтому, я для себя сформулировал, что для меня является главными целями, я выкладывал видео про итоги, про то, что я планировал на 2022 год в своем блокноте желаний, и что из этого сбылось, сбылось немало, вот, тем не менее, что-то не сбылось, но заложило фундамент, огромный фундамент на реализацию в этом году, кстати, расскажу такую философскую историю, которую недавно услышал, что один парень мечтал полететь на Марс, и вот он столько лет пытался полететь на Марс, а в итоге долетел до Луны, да, и вот он побывал на Луне, и, наверное, до Марса ему еще нужно будет какое-то время попытаться долететь, что-то придумать в своей жизни, но без попыток долететь до Марса, он бы даже не долетел и до Луны, вот так и в моей жизни, что-то сбылось, что-то нет, но заложило огромный фундамент, например, я мечтал о семье, создать семью, но я понимаю, что если бы, я сюда не, ну, то есть, как можно создать семью, если я планировал жить в США, и сейчас я вот уже в США, и могу как раз таки создавать эту семью, сейчас для этого есть определенные сложившиеся обстоятельства, и так далее, и так далее, то же самое и с карьерой, да, когда ты мечтаешь быть голливудским актером, но ты не в Голливуде, ну, это не совсем понятно, как это сделать, и сейчас все двери передо мной раскрыты, вот, боролся я с, у меня был такой небольшой локальный успех, я снял обзоры на реалити-шоу, которые я смотрел сам в свободное время, ко мне пришла новая аудитория, немного, вот, но при этом приятные, лояльные люди, и я для себя понял, наконец-то, если раньше я больше вел, там, рассказывал, мне не было какой-то конкретной цели в этом блоге, то я для себя сформулировал, что своим блогом я помогаю людям, которые не имеют возможности уехать из СНГ, по разным причинам, по ориентации, я имею ввиду тем, кому нужно уехать, да, по разным причинам, по ориентации, по политическим притеснениям, у которых нет денег, у которых нет взаимопонимания с родственниками, у которых, возможно, нет какой-то поддержки, или вообще нет никакой поддержки, я для этих людей, а это огромная миссия, и сейчас я очень рад, что на моем канале появляются люди, которые смотрят мои блоги, и понимают, что можно начать новую жизнь, и для этого не нужно, можно ждать 35 лет, и можно уехать, и если вам интересно, я тоже сниму еще разные видео на тему того, какие попытки предпринимают люди для того, точнее, какие способы, не попытки, а способы предпринимают люди для того, чтобы уехать из СНГ, не имея никаких денег, и как они продвигаются в США, и мне очень приятно, что люди, которые появились, для них эти темы важны, и они мне помогли как-то вот мою, да, какой-то, найти какой-то смысл, что-то большее за этими роликами, чем просто какая-то, какая-то исповедь, да, и моральная поддержка, в том числе, да, для других людей, и это очень сильно греет, потому что ты знаешь, когда ты что-то делаешь полезное, это очень сильно тебя греет. Как я выходил из перегоревшего состояния, никак не выходил, честно говоря, ничего не выкладывал просто, и, ну и, в общем-то, все на этом. Когда силы начали появляться, вот сегодня я записываю, с большим я усилием себя заставил это сделать, потому что есть чем заниматься. Что произошло еще важного? Как раз-таки до 20 января у меня отменили мою медицинскую страховку и мои бенефиты, то есть мою помощь от государства. Произошло это по причине того, что оказалось о том, что бенефиты выдаются здесь, в США на 8 месяцев. То есть неважно, когда ты на них подался, важно, что ты уже находишься в США 8 месяцев. И вроде как сейчас эту программу продлили до года, но вот буду проверять. Я решал этот вопрос, ездил снова в ДПСС, мне это как снег на голову выпало, потому что я получаю бесплатно по своей медицинской страховке здесь лекарства, которые я пью и для кожи, какие-то там гели и так далее. Ко всему этому я сейчас не имею доступа, уже две недели. Вот вроде как мне пообещали, что оно вроде на этой неделе появится. Но это тоже был очень сильный стресс, когда ты понимаешь, что у тебя нет доступа к тем ресурсам, которые у тебя были. Было страшно, потому что ты не знаешь, на сколько времени тебе это все дается. Оказывается, что здесь у этого есть какие-то сроки. Я думал, что срок это до того момента, пока ты получишь разрешение на работу и сможешь работать легально. Оказалось, что у этого есть свои какие-то ограничительные сроки. Вот. Я вроде как все порешал, когда это все запустится, я выпущу об этом отдельное видео. Это правда очень сильно, это очень сильно подкосило меня. Я даже, наверное, те, кто подписан на меня в соцсетях, даже смогли увидеть какую-то одну единственную, там, очень в тяжелом состоянии грустную сториз, когда я просто лежал, и я понимал, что я больше, если вы мне дадите сейчас еще испытания, ну, я просто, правда, не вывезу. Я не могу, я больше не могу постоянно что-то решать. И, конечно, для этого, что для этого важно? Для этого важна поддержка близких людей, для этого, как, в первую очередь, конечно же, моральная, да. Мне помогла очень сильно моя психотерапия. Я не перестаю благодарить себя, в том числе, за то, что я от нее не отказался, за то, что у меня еженедельно моя психотерапия проходит. Я очень благодарен своему психотерапевту, потому что моя жизнь изменилась, ну, ну вот, я сейчас здесь, и каждый день как-то я меняю себя к лучшему, поэтому как-то потихоньку не знаю, как бы я смог бы справляться без психотерапии своей, со всеми теми сложностями, которые происходят. Ну, и если говорить, вот, что сопутствовало моему выгоранию в Ютьюбе, это то, что у меня было очень много домашней работы, и если вы помните, то мне предоставили в LA здесь жилье, вот комнату, в которой я снимаю это видео, но для этого я выполняю работу по дому, и в эту, ну, то есть, то есть, у меня есть только жилье, у меня нет оплаты еды здесь, то есть, еду я покупаю самостоятельно, то есть, у меня есть это жилье, и по большому счету какая-то сложная ситуация заключается в том, что я, с одной стороны, мне нужно найти работу постоянную, серьезную, да, чтобы зарабатывать деньги на свою собственную жизнь, но при этом у меня очень много усилий отнимает работа здесь по дому, и, и поэтому, то есть, не остается времени на поиск работы, или ты не понимаешь, когда тебе на эту работу отсюда выезжать, или когда тебе потом заниматься домашними делами после этой работы, и это очень сильно подкосило. Вот что еще важного я сделал в этом году, я начинал об этом, не закончил, что я выложил пост со своими целями на этот год, и одна из самых важных целей это английский язык. Если в моем, если мои приоритеты в Америке в прошлое, там, до Нового года все эти месяцы занимало то, что я должен, ну, то, что мне нужно закончить дела со всеми документами, а я думал, что английский потянется как-то сам собой, то оказалось, что нет. Я понимаю, что я очень много, там, я знакомился с информацией по поводу работы, я напомню на всякий случай, я здесь буду работать актером в Колливуде, у меня два профессиональных образования, колледж и высшее режиссерское актерское образование, поэтому, театральный колледж и высшее режиссерское актерское образование, поэтому, я буду здесь им работать, но это не так оказалось все там, во-первых, на это тоже нужны силы, да, и для этого тоже нужно время, я изучил много информации, я понял, что даже если я пройду все пробы, ну, точнее, даже не так, для того, чтобы пройти все пробы, если я хочу играть не просто в бэкстейдж, в массовке за минимальную плату 16 долларов в час, то мне нужно, ну, иметь какие-то роли, там, роли с текстом, мне эти роли нужно будет учить, и на прослушивание к ним готовиться, их зачитывать, играть, и для этого нужно, чтобы не было акцента раз, для этого нужно понимать, о чем тебя просит режиссер два, ну, и вы понимаете, вся эта, в целом, вся коммуникация на площадке, это целая жизнь отдельная, целая работа, в которой тебе нужно быть полноценным членом команды, и членораздельно, со всеми общаться, всех понимать, и я понял, что без языка, ну, мне мои роли не светят, поэтому, это мой приоритет, и, наверное, одно из самых больших разочарований моё было в том, что я сразу принялся, у меня добавилось еще два класса в этом семестре на английском языке, и я сразу принялся, там, распределять все свое в свободное время на домашние задания, и потом я понял, что я просто не успеваю, ну, вообще, в принципе ничего, то есть, если я работаю по дому, то я вообще, в принципе, не успеваю жить, если я еще делаю эти домашние задания, я очень сильно вымотан, для меня это становится просто какая-то каторга 24 часа в сутки, я просто, вот, как зомби, я тут учу, тут работаю, тут работаю, параллельно слушаю что-то, это, конечно, возможность, когда ты что-то делаешь по дому, какую-то такую физическую или муторную однообразную работу, ты можешь что-то в ухе слушать, я слушаю в основном аудиокниги, несколько аудиокниг прослушал прекрасных, про них я у себя в телеграм-канале пишу, цитаты из этих книг я пишу у себя в твиттере, поэтому подписывайтесь тоже, и невероятно классное просто ощущение того, что ты, ну, не просто занимаешься, тупо тратишь свою жизнь на то, что там делаешь какую-то физическую работу, которая тебе не добавляет никакого опыта, но во время этой работы ты можешь слушать эти книги и, ну, как бы расти духовно, да, какие-то прокачивать свои soft skills, да, поэтому для меня было очень важно учить, учить эти, делать эти домашние задания, но мне, к сожалению, пришлось от них отказаться, точно так же, как в первом семестре, я не, я просто не нахожу на них время, если я, если я делаю домашние задания, я вообще просто, в принципе, не живу, я не выхожу из дома, вот, чем мне понравились мои свидания в США, это тем, что я могу попрактиковать эти занятия, попрактиковать язык, да, во всех смыслах слова, и, ну, то есть, живое общение, это по большому счету, ну, что это, если не те же самые домашние задания, это, конечно, хорошо, и с домашними заданиями, я клянусь, я начал очень сильно и серьезно продвигаться, когда ты все время в теме, я это, правда, очень сильно заметил, но, ну, просто, я просто не вывожу, я очень сильно из-за этого начал переживать, что моя цель, да, вот, что я просто так вот сидеть и учить английский язык, вот, как бы, сидеть и учить английский язык все время, это, к сожалению, для меня сейчас не, 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 невозможная, непозволительная роскошь, которой я просто не могу воспользоваться, у меня нет этого времени, меня это очень сильно расстроило, и я почувствовал себя белкой в колесе, то есть без просвета, и плюс еще забрали эти бенефиты, сейчас вот вернули, но это, это очень сильно ударило мне по голове, и под конец, вот, к 20-му числу, под конец этого моего очередного месяца в США, я, ну, откровенно говоря, просто, ну, просто, выпало, слушайте, давайте посчитаем, восьмой месяц до июня, до июля, до августа, до сентября, до октября, до ноября, до декабря, до января, ну, да, все правильно, я сейчас подумал, может, я седьмой месяц в США, нет, восемь месяцев я в США, и, ну, в общем, видите, так рано или поздно выгорание произошло у меня, и, я так закончу, наверное, на такой мысли, что больше всего там, я стремился, да, я с первого дня, я уже думал, что я там где-то как-то что-то подрабатывать уже в Голливуде буду чуть ли не там не, не, не с первой недели, как-то я там прорвусь, пролезу через кордон, что-то я куда-то себя там зарекомендую, где-то начну играть, и вот, наконец-то я после всех этих месяцев просто круглосуточного труда новой языковой среды и нового всего людей, жилья, обстоятельств документов, этого всего, учебы, в этом всем я почувствовал какой-то такой, такой уровень усталости, что я понимаю, что вот это сделать наконец-то уже это последний шаг, чтобы вы понимали, мне сейчас осталось только переделать мой шоурил, у меня я сейчас пользуюсь своим шоурилом с 20-го, по-моему, года, мне нужно туда добавить мои последние съемочки, которые у меня произошли за эти два года, и переделать немножко свое актерское CV, сделать его в кануне, в кануне правил США, и сделать новые хэдшотсы, хэдшотсы, это мои портреты, я понимаю, как их надо сделать, и по сути залить это все на сайты, и уже начать искать эту работу, вот, конечно, у меня есть опасения того, что я без разрешения на работу не смогу этого сделать, потому что я узнал, что компании могут платить только до шестисот долларов в месяц, одна компания тебе может платить кэшем только до шестисот долларов в месяц, а больше нет, то есть это нужно все время искать новых заказчиков, шестисот долларов в месяц в Америке это ничто, это просто ничто, поэтому я тоже не очень, тоже нахожусь в каком-то таком подвешенном состоянии, не понимаю, делать эту анкету или подождать, и все-таки до этого, ну, в общем, я пока немножко на распутье, но я все разрешу, все сделаю, я все уже сделал, и это сделаю, вот у меня на столе лежит бумажка, все будет хорошо, она не написана, если вам, да, у вас, наверное, зеркальное отражение, и я сам себя подбадриваю все это время, потому что я понимаю, что как только я здесь встретился, у меня так получилась интересная история, у меня в 2013-2014 году была компания друзей в Минске, в ней был парень, латиноамериканец, и когда я переехал в США, оказалось, что он здесь живет сейчас, в Воронш-Камте, он живет здесь неподалеку, в часе езды от LA, и мы с ним встретились, и он мне такой говорит, а я такой просто встречаюсь с ним заебанный, просто никакой зеленого цвета, и он такой говорит, Серега, а он такой прям суперпозитивчик, и он такой говорит, Серега, у тебя сейчас такое время, ты свободен, ты не работаешь, наслаждайся жизнью, вот она, в общем, я такой говорю, хорошо, я попробую, и я сейчас понимаю, на самом деле, что вот подходит к концу вот этот мой период адаптации, ну, точнее, не то, что адаптация, наверное, еще продолжается, оно подходит к концу, вот тот самый установочный самый период, когда ты понимаешь в этой стране, как ты будешь жить, когда, условно говоря, хочешь ты в ней оставаться, не хочешь ты в ней, для меня это не было, конечно, вопросом, я сразу знал, что это моя страна, и я испытываю огромное удовольствие от нахождения здесь в целом, вообще от всего я кайфую, от людей, от улыбок, ну, конечно же, когда ты один, абсолютно один в этой стране, и я по-прежнему, еще у меня нет машины, и на этом велосипеде 8 месяцев, у меня тут некоторые ребята выкладывают, там, кто на машине сюда, кто с правами сюда приехал, кто там купил машину, или получил эту машину, там, в пользование на какое-то время, кого она там ломалась, там, мне люди рассказывали, как они садились на велосипед, и как они там еле-еле душа в теле, там, докуда-то доезжали, и такие мне писали сообщения, типа, о, как я устал, как это все, как это все, вообще не мое, я говорю, слушайте, ну, я вот так живу, я постоянно вот в этом состоянии нахожусь, вот это вот, крутишь эти педали, вот, и, конечно, ну, рано или поздно, все, ну, как бы, тебе нужно от чего-то заряжаться, тебе нужно откуда-то, а пока у меня, на тот момент, когда я находился в этой яме, у меня было ощущение, что я нахожусь в беспросветном, как он, то есть дальше все только ебашить, 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 и где там этот, когда там этот отдых, до меня дошло, что я полтора года не был в отпуске, что вы, наверное, скажете, ну, чувак, ты живешь у океана, и, мол, ну, как бы, грех тебе пиздеть, как бы, и тут у тебя солнце, и, ну, как бы, знаете, это как я вспоминаю, там, цитату Волка с Уолл-стрит, про то, что он говорил, что там, типа, типа, лучше там грустить, типа, там, да, в роликсах, и в своем, там, Bentley, там, да, ну, если правильно я цитирую, я не помню, как эта цитата звучала корректно, типа, чтобы все равно грустить, и так лучше грустить, типа, мол, в Bentley и с роликсами, вот это абсолютная правда, честно скажу, что, конечно же, ты грустишь не меньше, ты грустишь не меньше, другие, другие уже причины, вот, другие причины, и ты понимаешь, что, наверное, самое важное, что из этого хочется сказать, что грусть, она находится в тебе самом, ну, то есть она не во внешних обстоятельствах, она в тебе самом, и если ты учишься получать удовольствие от того, что с тобой в жизни происходит, ты разгадываешь секрет существования, успешного существования в этом мире, когда ты просто можешь радоваться тому, именно поэтому я составил себе этот список 100 благодарностей, которые пополняю, чтобы просто вспоминать, а у тебя вообще-то сейчас солнце, и хоть мои, в основном все знакомые американцы говорят о том, что сейчас холодно, и даже многие русские говорят, я честно говорю, что я, когда дожди закончились, для меня это уже летом наступило, порой не всегда летом так в Беларуси жарко, как здесь, ну, здесь я не буду преувеличивать, здесь типа, ну, 17 градусов, там, до часов 4, до 5 вечера, такая, ну, там, в тени похолоднее, там, наверное, в тени градусов 10, но в целом, ну, как бы, это хорошая весна, и я говорю, что это, типа, я американцам говорю, ну, мол, весна наступила, они мне говорят, не, нет, это еще зима, вот, типа, холодно, конечно, океан, это все прекрасно, но когда ты с голой, ну, там, без штанов приезжаешь на этот океан, когда у тебя там, ты приезжаешь и, там, не знаешь, там, что-то, как бы, потратить тебе, там, условно, 10 долларов, купить фруктов каких-то, чтобы покушать на этом океане, или ты потом приедешь домой, лучше дома пообедаешь, как бы, ну, как бы, вы же понимаете, что удовольствие от этого получать не всегда так легко, как, наверное, оно в фантазиях каких-то там рисуется, поэтому, да, мое состояние было таким, как будто беспросветно, нужно, нужно пахать, и отпуска не было, и когда вам будет непонятно, сейчас, когда ресурс восстанавливается, видите, я уже записываю видео, уже что-то там потихонечку, я как-то прихожу в себя, хотя у меня, ну, как бы, я такой человек, у меня все на лице написано, у меня очень сложно что-то скрывать, хотя я, как бы, типа, актер, да, но я же не актерские сейчас этюды записываю, я про свою жизнь рассказываю, да, поэтому, у меня все всегда написано на лице, и то, что я не могу, мне кажется, вы все это прекрасно видите, и, наверное, поэтому у меня какая-то такая положительная аудитория на канале, что вы видите, что я не пропагандирую этот успешный успех, единственное, о чем я говорю, о том, что, ну, если у меня действительно получилось это все, у такого человека, как я, со всеми моими, там, загонами, вопросами, сложностями, если у меня получилось, то получится у любого, это абсолютно точно, приезжают люди сюда с наименьшими скиллами, чем у меня, и у всех тоже получается, поэтому, это важно сказать, и, ну, то, что здесь, я желаю, чтобы у каждого человека была, я заметил, то, что многие, кто приезжают сюда после моих видео, я вот об этом не сказал, это очень важно, что те многие, кто сюда приезжают после моих видео, намного быстрее все делают, намного быстрее разбираются, те же ребята с шелтерами, там, которые я вот рекомендовал, они там, находили новых каких-то шелтеров, там, ну, в общем, все супер у людей, после моих видео происходит, меня, конечно же, это радует, конечно же, немножечко так, немножко в душе мне колет, то, что, ну, я бы тоже хотел чуть-чуть, полегче, ну хотя бы чуть-чуть но вот но нет мой опыт уже со мной и я я тоже на эту тему работы с психотерапевтом чтобы мой будущий опыт был легче проще чем мог бы быть и это моя цель тоже на этот 2023 год сделать свою жизнь легче я правда много въебывал и много въебывал один абсолютно без вообще никакой помощи и с помощью конечно тоже въебывал вот и я хочу чтобы мой путь дальше здесь был легче эта сторона моей мечты и здесь в принципе ну вот и как я уже сказал вот бери и все и уже иди серега иди у меня сейчас там с машиной нужно ли я решить вопрос и в принципе я уже буду и был чтобы ездить на все эти прослушивания там да у меня просто есть время завершить все дела как-то я вместе с вами проговорил это все и видите даже сам немножко приободрился прошу прощения возникает у меня я сам чувствую какое-то чувство окрыленности и сам себя замотивировал видите как хорошо да снял видео других людей замотивировал и себя тоже так что лучше лучше способ помощи от выгорания это отдых конечно где вы можете его получить в сша в сложных обстоятельствах вопрос индивидуальный но точно что я могу сказать каждому это то что не отдохнув не получится принять решение отдыхать ну как бы нужно чем-то нужно каким-то важным делом пожертвовать сегодня для того чтобы завтра сделать его лучше но выспавшись это вот наверное самый важный самый важный момент о котором нужно сказать не принимать решение по горячке распределять задачи из менее важных на более важные неважные и двигаться по своему списку вперед вот особенно когда тебе жить со всех сторон накидывает вот эти все больше и больше задач делать этот список очень больно что-то из него выкидывать очень больно чем-то у меня до сих пор вот записано там занятия по гитаре по фортепиано я вообще вообще в душе не понимаю как когда я могу ими заняться и мне каждый день когда я выпускаю возможность сегодня вы типа и сегодня еще один день когда у меня не было занятия по фортепиано я у меня вот так проживаю этот день меня конечно это очень грустно и я очень хочу и на вокал вернуться и на гитару и на фортепиано и наконец-то в общем у меня много идей для песен наконец-то начать выпускать англоязычный материал так что видите я говорю об этом прямо раз расцветаю потому что это то чего на самом деле я здесь хочу делать и все эти все все то что было до этого это все было для того чтобы сейчас с вами для того чтобы сейчас и и и я уже начала осуществлять свою мечту вот я думаю на этой замечательной теме я сегодня с вами закончу накидал вам кучу разных инсайтов и мыслей о чем мы можем с вами поговорить если вам что-то интересно спрашивайте вот на всякий случай отвечу на вопрос я жду уже свое разрешение на работу почти два месяца будет вот восьмого февраля два месяца посмотрим ну это больше чем два месяца на самом деле но официально когда приняли бумагу к рассмотрению два месяца поэтому посмотрим что будет я всех обнял надеюсь что в следующем месяце я уже запишу видео о том как я подал кейс в суд наконец-то и вот всех всем всем правда желаю вдохновения отдыхайте ребят вдохновляйтесь берегите себя жалейте себя потому что никто не пожалеет кроме если вы сами себе не пожалеете вот а мы себя обычно задротом и сами себя ебем пока вот блять не просто уже костыли не отвалятся вот поэтому пожалуйста берегите себя вот а я эти желаю чтобы у тебя все получилось говорю это и себе в камеру и тебе тоже потому что абсолютно очевидно всем всем кто уже пробрался в америку уже никакие двери не могут быть все двери просто будут нараспашку пока пока вселенная дан до новых встреч спасибо нас уже тысяча спасибо вам за то что вы вместе со мной будем расти вместе